Каждая женщина хочет быть счастливой. Самый простой способ быть счастливой – это быть красивой. У каждой из нас есть свои секреты красоты. А есть ли секреты красоты у моей любимой гости Алоники Добровольской? Алоника Добровольская, добрый день! Добрый день! О каких секретах красоты ты хочешь спросить? Ну, Алоника, мне кажется, что как всё в этой жизни, как мы убедились за нашей программой, связано с нашим мышлением. И есть ли какие-то психологические рецепты красоты? Есть ли какие-то психологические рецепты красоты, которые помогают женщине быть красивой, да? И счастливой! Отлично! Ой, мне пришла гениальная, ну, прекрасная мысль. Сейчас вот об этом и поговорим. Вот смотри, у нас уже были передачи о внимании. Да, о пятне внимания. О пятне внимания. На самом деле, всем, кто сейчас просмотрит эту передачу, я советую ещё найти в Ютубе те наши программы тоже. На самом деле, самое вкусное, что есть в женщине, это её внимание. Туда, куда идёт внимание, туда идёт энергия. Твоё внимание – это твоя энергия. Ты знаешь, был проведён уникальный эксперимент, кстати, на женских группах. Были взяты три группы, я, по-моему, рассказывала тебе. Первая группа занималась фитнесом на беговой дорожке. Занималась на беговой дорожке и во время занятий спортом просматривала фильмы, либо слушала какую-то музыку. Мы не обсуждали эту тему. Да, хорошо, рассказываю. Итак, три группы. Первая группа, занимаясь спортом на беговой дорожке, смотрела фильмы и слушала музыку. Или слушала музыку. Вторая группа, занимаясь тем же самым, в то же самое время, их просили удерживать своё внимание на тех участках тела, которые сейчас работают в процессе тренировки. Их просили представлять, как там циркулирует кровь. Даже просили представлять, может быть, есть маленькие помощнички, какие-то маленькие человечки, которые помогают их мышцам становиться сильнее, так или иначе удерживать внимание на тех частях тела, которые вот сейчас в процессе тренировки работают. И третья группа спокойно сидела на диванах, в то же самое время, в которое другие занимались. Их просили активно представлять, как они делают физические упражнения. Представлять. Ну и как ты думаешь, какая группа показала самые лучшие результаты через месяц? Вторая. Вторая, конечно. Причём её результаты были действительно гораздо выше, чем результаты первой группы. И по итогу пришли к выводу, что когда ты занимаешься чем-то, работая над своим телом, и у тебя внимание в тех участках, которые сейчас работают, то эффективность в несколько раз превышает. Если ты будешь делать то же самое, но твоё внимание, как бешеная обезьяна, будет куда-то летать. Что самое удивительное в этом эксперименте, это то, что третья группа тоже показала изменения в мышцах. Конечно, они были не такими уж и значительными, но они были. И в результате учёные пришли к выводу, что оказывается, даже мысленно на диване тренируясь, ты можешь достичь каких-то результатов. Но, пожалуйста, не надо тренироваться на диване, это вопрос вот к чему. Дорогие женщины, когда вы идёте на массаж, или когда вы идёте на спа-процедуры, или когда вы идёте в салон красоты делать что-либо, задайте себе вопрос, где ваше внимание в этот момент? Огромное количество женщин лежат на кушетке у массажистки или массажиста, и в этот момент их мысли где угодно. Они думают о том, что ребёнок принёс плохую оценку из школы. Что сказал муж, какое платье она наденет, что ответит соседке и ещё что-то. Их мысли, как бешеные обезьянки, мечутся туда-сюда, что значительно понижает эффективность процедуры. Потому что в этот момент, чтобы быть красивыми, они должны тренироваться, удерживать своё внимание под ладонями массажиста. Даже простой курс массажа, даже простой сеанс массажа можно сделать не только целебной для себя или оздоравливающей, но действительно украшающей тебя процедурой, когда ты понимаешь, что все проблемы разлиты в твоём теле. И когда ты перед сеансом массажа делаешь себе установку и говоришь, «Дорогое тело, я сейчас хочу поработать вот с такой проблемой». Это может быть конфликт с твоим мужчиной, или мысли, которые тебя беспокоят, или ты не можешь принять какое-то решение. Дай телу справиться. Тело мудрее нас. Ты ложишься на кушетку к массажисту, просишь своё тело во время сеанса поработать с этой проблемой, и всё время держишь внимание под руками массажиста. Вот там твоё внимание. И всё время благодаришь тело за сотрудничество. Когда ты идёшь к маникюрше, почему мне очень не нравятся мастера, которые много болтают? Я всегда ухожу от мастеров, которые очень много болтают лишнего. Если я иду в салон красоты, мне неинтересно, что произошло в жизни у мастера. Вот, мне неинтересны её нюансы. И, кстати, действительно в дорогих вип-салонах запрещено обслуживающему персоналу вести личные беседы с клиентом, если только клиент сам на этом не настаивает. Когда вы идёте на маникюр, или когда вы идёте на процедуру, связанную с волосами, пожалуйста, пускай ваше внимание будет в ваших волосах. Когда я иду к парикмахеру, моё внимание в моих волосах. Когда я вечером наношу крем, например, на лицо, моё внимание под кончиками пальцев. Это очень важно, когда ты занимаешься процедурами ухода, чтобы твоё внимание было, ну, вот там, где ты сейчас это делаешь. Хорошо. Мы знаем, что я проводила определённый эксперимент. Я заметила ещё кое-что. Я хочу с вами сейчас согласовать, так ли это. Вот после процедуры массажа, или после того, как я ходила к косметологу на процедуры, я почему-то обращала внимание, что, извините, на Фейсбуке появляется очень много красивых изображений. Люди выкладывают красивые фотографии. Либо я раньше не фокусировалась. Не фокусировалась, да. То есть это даже это со мной зависит? Да, конечно. Дело в том, что наш, ну, спектр у нас, мы видим только 7%, на самом деле, все. И действительно, люди одни в одном и том же пейзаже видят совершенно разное, абсолютно. Кроме того, Фейсбук вообще какой-то магический инструмент. Я уверена, что депрессивным личностям он показывает причины для углубления их депрессии. Депрессивные личности в Фейсбуке видят огромное количество причин для депрессии. Веселые видят огромное количество причин для смеха. То есть, ты знаешь, это действительно так. Фокус нашего внимания, он настроен таким образом. Мы вообще магические существа. Но когда касается именно процедур ухода за собой, женщина должна понимать, что пятно ее, там, где ее внимание, по сути, там и ее энергия. А мы заблуждаемся. Вот знаешь, многие люди говорят, подождите, но я ведь все время думаю, думаю о том, как стать красивой. На самом деле, когда начинаешь разбираться, она все время думает о том, как перестать быть уродиной. То есть, ты понимаешь, очень многие женщины, они не там держат свое внимание. Вот все вот эти процедуры, когда ты что-то делаешь, внимание на себе держат. Свое внимание надо тренировать. Вообще, когда, ну, это простая фраза, но в ней весь цилист. Твое внимание, это самое вкусное, что у тебя есть. За него борются все. За твое внимание боремся сейчас мы с Женей. Мы хотим, чтобы твое внимание было у нас. За твое внимание борются политики. За твое внимание борются маркетологи. Спроси себя, дорогая, кому ты его отдаешь? Когда утром ты встаешь и идешь на работу, красавица моя, у тебя есть какой-то сосуд энергии примерно, да, сто процентов. Когда вечером ты падаешь без сил, абсолютно обессиленная. Это потому, что ты, дорогая моя, отдала свое внимание кому не попадя. Кому не попадя. Совершенно ненужной знакомой, которая забрала твое внимание, рассказывая про своих больных собачек. Совершенно ненужное внимание какому-то попутчику в транспорте, который отобрал твое внимание на свое, допустим, плохое настроение. И так далее. И знаешь, вот я все время говорю, люди, вот такой пример. Люди думают много раз, прежде чем заплатить денег, чтобы пойти в фитнес-клуб, или пойти на тренинг. Потому что, ну, денег мало. Денег мало. И мы много раз, ну, я имею в виду, на самом деле сейчас был сарказм. Ну да. То есть денег мало. Люди так думают, что денег мало. И они все время находятся в режиме экономии. В режиме экономии все. А почему они не в режиме экономии своего внимания? Почему они не думают о том, куда они тратят свое внимание? Если бы, например, вот у тебя, та, которая сейчас смотрит нашу передачу, если бы я пришла к тебе и сказала, что каждый раз, когда ты думаешь о людях, которые не стоят твоего внимания, с твоего небесного счета снималось бы 100 долларов. Вот ты подумала о людях, которые этого не заслуживают? Вот раз, 100 долларов, оттуда списалась. Вот ты вот начала бы думать, на что ты тратишь свое внимание. Ну, я знаю, как возмутиться сейчас вот эта барышня, скажет, ну, я же не могу не думать об этом. Не могу не думать о белой обезьяне. Ты можешь не думать о белой обезьяне, думая о, например, допустим, шоколадном жеребце. Ну, ты его увидела сейчас зачем-то. Ну, ты его зачем-то увидела, понимаешь? Вот так устроено наше внимание, понимаешь? То есть не надо не думать о белой обезьяне. Начни думать о чем-то другом. А именно, понимаешь, когда мы удерживаем пятно своего внимания вот здесь, да, то тогда происходят удивительные вещи. Вообще, когда до меня дошел великий, сакральный, вообще глубиннейший смысл фразы, что самое ценное, что есть у женщины, это ее внимание, ты знаешь, этот инсайт был настолько глубоким, что я, наверное, несколько дней ходила под впечатлением. Потому что если женщина, женщина поймет, что ее внимание, это самое вкусное, что у нее есть, и когда оно на ней, то это помогает ей становиться красивее, то можно заряжать кремы. Это вот, понимаешь, по сути, любой ритуал, связанный с тем, чтобы зарядить крем, зарядить, да вот это вот молодильная вода, молодильная, это все есть. Тебе достаточно своим вниманием зарядить тот продукт, с которым ты работаешь. А вот смотри, очень просто. Возьми, например, скажем, мне бы хотелось бы, конечно, сейчас, ну, представим, что у меня здесь яблоко, допустим, да. Очень просто. Смотри. Давайте на Жене проведем эксперимент. У нас есть? Да, да, да. У нас есть, у нас нет яблока. Хорошо, отлично. Закрывай глаза, закрывай глаза. Вспомни, пожалуйста, ситуацию в своей жизни, когда у тебя было радости на 10 из 10. На 10 из 10 было радости. Вспомни. Вспомни это состояние, которое у тебя было, когда у тебя была радость. Есть? Как тело себя чувствовало? А если бы радость жила в теле, то где? Вот здесь вот так вот. Вот здесь, отлично, держи там руки, пожалуйста. А какой цвет был бы у этой радости? Золотистый такой. Золотистый. Вот ты начинай сейчас её внутри себя раскручивать. Ещё и ещё. Ну, в смысле делать больше? Да, 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 да. Ещё, ещё, ещё. Ещё, ещё. Ещё больше радости. Ещё больше радости. Отлично. И по моей команде на раз-два-три ты откроешь глаза и поместишь пятно своего внимания, наполненное вот этим состоянием, на мою руку. Открывай. Как если бы вот здесь вот было яблоко. Ой, я прям, я очень сильно чувствую это. Я очень сильно чувствую это. Правда чувствуете? Да, очень, ну, конечно, ну, это действительно очень сильно я чувствую. Ну, вот, вот, вот. Вот если, вот смотри, вот если бы здесь было яблоко, тебе достаточно удерживать на нём внимание таким образом две минуты, и это станет таким радостно-целебным яблоком, что ты себе даже представить не можешь. Ты то же самое можешь делать с кремом. Ну, у меня не исчезло почему-то вот это состояние. Оно и не должно исчезать. А, да, я думала, ну, ты его раскручиваешь, понимаешь, и его так много, что ты можешь делиться. Чем больше ты делишься, тем больше его остаётся. Да. Ну, вот, понимаешь, но это на самом деле то, что можно назвать магическим вниманием. На тренинге деньги чувствуют результаты, я учу так смотреть на деньги. Потому что, когда ты так смотришь на деньги с радостью и предвкушением, они начинают совершенно по-другому к тебе относиться. Ведь нам всем, ведь нам всем очень нравится, когда на нас вот так смотрят. Кстати, вы знаете, я вам хочу сказать, у Бардиной такого качества радостное внимание, что за него есть смысл платить. Я только что почувствовала, да. Потому что арабатывает заряжая таким образом просто людей. Ну, потому что я чувствую прямо горячее. Вот что такое внимание. И вот теперь задай, дорогая моя любимая Женечка, вопрос. Все ли потребители твоего внимания заслуживают твоего ценного внимания? Ну, теперь я немножечко задумаюсь. Задумайся, пожалуйста. Ой, у меня, вы, простите, у меня даже голос пропадает. Задумайся, пожалуйста. Я очень многим женщинам говорю, самое вкусное, что у тебя есть, это твоё внимание. Почему же ты моя дорогая, зачем ты думаешь о новой девушке своего бывшего? Раз ты так много о ней думаешь, ну, пойди дай ей денег, что ли, дай ей тысячу долларов, ну, дай ей, раз ты так долго о ней думаешь. Ведь на самом деле твоё внимание дороже денег, а ты им так разбрасываешься. Вместо того, чтобы положить его на себя, на самое дорогое, что у тебя есть. Потому что любая косметическая процедура плюс твоё внимание, плюс намерение становится магической. И не нужны кремы за 100, 200, 300 евро. Не нужны кремы, даже простой крем хороший, ну, если у тебя есть возможность покупать хорошие косметические кремы, то да. Но нет возможности, поверь, любой крем ты сделаешь абсолютно волшебным, если твоё внимание, твоё намерение, твоё радостное внимание, ты добавишь к нему и к себе. Спасибо, спасибо. Я не хочу заканчивать эту программу, но мне время. Но, пожалуйста, я лично тебя прошу, запомни мои слова. Твоё внимание – это самое ценное, что у тебя есть. И, пожалуйста, каждый день задавай себе вопрос. Достойны ли люди, на которых я его трачу, этих инвестиций? Окей, спасибо. Я буду задумываться, я думаю, что наши зрительницы тоже. Спасибо большое, Алунико. Увидимся. Задумывайтесь, задавайте вопросы, находите хорошие ответы и давайте себе внимание. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok